У меня у самой одному сыну 6 лет, второму 7, практически ровесники. Естественно, сердце просто схватывает как два года, об этом ничего не было известно практически. Хотя надо сказать, что бабушка молодец, билась, писала, стучалась во все двери и нашла тех, кто услышал ее и помог. И здесь, благодаря организованности и совместным усилиям удалось не только разыскать ребенка, вернуть его. И кроме того, всех участников граждан Российской Федерации, которые в той или иной степени были причастны и являются потерпевшими, участниками этого деструктивного кольта, также удалось спасти. Поэтому здесь не только вот эта победа, главная победа, но еще и те люди, которые вместе, благодаря усилиям этим общим, оказались, их удалось спасти. Вот это тоже важно. Поэтому сейчас самое главное направить все силы, вот эти переживания, которые были потрачены на поиски, на изучение, на отслеживание, направить на то, чтобы ребенку все, у него все было хорошо, чтобы он пошел в садик, чтобы были рядом специалисты, которые могут помочь и сопроводить, и подсказать все, что нужно. Хочется поблагодарить, конечно, и органы опеки Москвы, потому что буквально вот в считанные дни удалось оформить предварительную опеку, и ребенок не попал в социальный реабилитационный центр, как мы планировали с самого начала, а быстро оформили документы, и он сразу поедет к бабушке. Это, наверное, самое главное. Но мне очень хотелось бы, чтобы не дожидались вот этих экстренных случаев, и каждый раз, когда дело касается ребенка, реагировали искренне и лично, как будто речь идет о его детях. Потому что мы понимаем, когда речь идет о столь серьезном явлении, как увлечении в деструктивные культы, и иные вот эти манипуляции, механизмы, связанные с детской психикой, конечно, важно, чтобы рядом оказался специалист. Поэтому это сопровождение организовано не только специалистов-психологов, но и специалистов, есть и машины скорой помощи. Поэтому с этой стороны организация была и со стороны Белоруссии. И мы встречали тоже в полной готовности. Ну, слава Богу, все. Я думаю, что самое главное лекарство здесь – это любящее сердце бабушки. И дедушки. И дедушки, которые ожидают роду.